Настройка звука, света и видео. Дабы провести урок музыки в большом зале, требуется немалая подготовка. Но у творческой группы, во главе с Дмитрием Маликовым, этот процесс отлажен до мелочей. Владимир 21-й в списке из 50 городов, которые уже посетил, или куда еще только собирается, певец и композитор. Цель благотворительного проекта очевидна. Если хотя бы один ребенок не бросит школу, если один ребенок скажет маме, я хочу заниматься, мне понравилось, как дядя Дима играл, все такое прочее, мама, давай, давай, введи меня в музыкальную школу. Это значит, уже моя задача будет выполнена. Люди, которые заканчивают музыкальную школу, это уже другие люди, это люди с более тонким ощущением мира. Во Владимире Маликов выступает далеко не как поп-певец, сегодня он педагог и композитор. Словами рассказывает о себе, музыкой, о своем творчестве. На одной сцене с известным артистом Владимирские дрования. Сегодня они поют вместо него. Известный артист лишь аккомпанирует и оценивает выступления молодых ребят. Ты откроешь дверь, я из коридора. Прошучу тебе с днем рождения, мама. Продемонстрировала свое творчество Иоанна Шевлякова. Музыкант сыграла вместе с композитором его произведение «Ночь в Мадриде». Безусловно, волновалась, признается лауреат межрегиональных конкурсов. Но когда села рядом с маэстро, дрожь в коленках исчезла. Мне очень понравилось, как в дуэте это слушается все. Как Маликов, как партнер именно по сценической площадке на репетиции. Очень удобно и чувствуется профессионал. Конечно, одного занятия недостаточно для того, чтобы каждый второй Владимирский школьник стал заниматься музыкой. Маликов в свое время и сам предпочитал игру в футбол, игре на фортепиано. Но жесткие родительские наставления сделали свое дело. И уже в 18 лет Дмитрий стал знаменитым. Молодым и амбициозным он приезжал и во Владимир, где собирал стадион-поклонниц. Сегодня он менее популярен, но его музыка по-прежнему завораживает. Это композиция из последнего альбома Дмитрия – «Панацея». Кстати, альбом продается и в аптеках. И в этом нет ничего удивительного, говорит народный артист. Ведь музыка лечит. Продается неплохо. Люди покупают, говорят, что реально помогает. Если слушать по две композиции в день, на ночь и две натощак, то вообще никаких болезней не будет. Свои уроки и совместные выступления с талантливыми ребятами Дмитрий Маликов продолжит. И после того, как объедет все запланированные города, певец и композитор соберет юные дарования в столице на большой концерт. Александр Инин, Алексей Дудин, Артем Горчаков, Шестой канал.